добрый день друзья сегодня мы говорим о том как правильно и не очень долго оформить список литературы для того чтобы разобраться вообще как оформить список литературы нужно конечно иметь перед глазами какой-то образец нужно четко следовать стандартам которые приняты в вашей области вот но если это касается студенческих работ это какие-то методические указания но для того чтобы понимать что вы делаете нужно в общем-то знать как это все устроено и тогда проблем будет гораздо меньше самом деле вот это библиографическая ссылка то есть описание работы которые вы используете статье или дипломной работе она состоит из определенных блоков если вы будете знать эти блоки то вам будет проще понять вообще логику оформления списка литературы блока всего 4 каждый блок заканчивается точкой и разделяется блоки тире первый блок отвечает за название работы причем название в широком смысле этого слова то есть сюда входит фамилия автора и авторов сюда входит название самой работы если это журнальная статья или там статья в сборнике то кроме названия статьи сюда входит название журнала сборника если это сборник конференции то нужно дать и название конференции и где когда она проходила и главного редактора или редколлегию то есть все то что позволит читателю понять что это такое и где его найти это все входит в первый блок второй блок это так скажем где и когда то есть сюда входит населенный пункт в котором находится издательство название самого издательства и год выпуска третий блок третий блок это единственный блок который может опускаться то есть он необязательный используется он для многотомных изданий или изданий периодических и сюда входит том номер выпуск серия ну вот все вот такие вот вещи и последний блок он обязательный хотя студенты его часто не любят это страницы вот эта схемка которого сейчас на экране но вот запомните ее и теперь давайте мы сделаем несколько примеров разберем как это все пишется и соответственно потом вам будет проще с этим всем разобраться и так значит вот перед нами последняя страничка нашей заготовки дипломной работы здесь мы уже будем вписывать какие-то конкретные названия а пока что я создам новый документ жму control н и здесь мы будем тренироваться значит я ставлю 14 шрифт ставлю полуторный интервал и первый пример это у нас будет книга книга оформляется проще всего ну к примеру книга какого-то иванова пишем фамилию и инициалы затем пишем название книги и соответственно на этом можно закончить большинстве книг тут ставится . в некоторых допустим в учебной литературе здесь может информация такое там второе издание расширенная дополнена перевод с такого-то языка и тому подобное но если брать вот такую среднестатистическую книгу то вполне этого достаточно автор и название книги поэтому блок мы заканчиваем ставим точку пробел тире пробел начинаем второй блок здесь пишем город допустим киев двоеточие дальше название типографии или издательство причем обратите внимание и сам источник и название типографии допустим она не переводится на тот язык на котором вы пишете работу то есть данном случае эти книга как бы на русском языке но вот это вот наукова думка то есть это является названием издательства и поэтому она не переводится на русский язык дальше запятая и год все второй блок закончен третий блок нам не нужен потому что эта книга поэтому просто мы сразу переходим четвертому блоку для книг указывается общее количество страниц документе ну допустим это будет 240 страниц есть так видите все просто пока что все просто теперь давайте будем немножко усложнять следующий вариант журнальная статья здесь начинается все также пишется фамилия автора давайте мы ради интереса напишем что в этой статье 2 автора потом идет название статьи и вот этого нам недостаточно для того чтобы понять где искать вот этот материал поэтому обязательно нужно указать название журнала раньше в старой литературе писали в книге такое-то в журнале такое-то сейчас просто ставятся две косые черты и после двух косых карточек вот этих ставятся название журнала сборника и тому подобное значит тут я пишу вот название журнала все первый блок закончен вполне достаточно второй блок где и когда так как журнал является периодическим изданием то главное для журнала является редакция журнала то есть они собирают статьи они их отсылают рецензентом они собирают они общаются с авторами конце концов делают этот журнал и где не распечатают в каком городе и так далее это абсолютно неважно то есть есть офис редакции и все вопросы идут именно туда в офис редакции поэтому просто пишем год и на этом второй блок закончен третий блок для периодических изданий обязательный мы пишем к примеру том 15 , номер 3 что такое том и чем отличается от номера ну конечно каждая редакция по-своему понимает эти понятия но большинстве изданий таких вот академических томом считаются все журналы которые вышли в течение года то есть каждый том это год существования журнала то есть если мы видим 15 том начата 15 лет этому журналу если мы видим том 95 начи журналов 95 лет вот ну а номер 3 это конкретный выпуск этого конкретного года здесь же может быть повторюсь выпуск серии и так далее то все эти вещи которые дополнительные нужны для того чтобы понять какой же из этих номеров в этом году искать на что еще хочу обратить ваше внимание то есть если бы я написал не номер 3 а допустим выпуск 3 то вот это выпуск ну сокращенно вып был бы с маленькой буквы а вот том с большой буквы то есть когда писать маленькие когда большие все очень просто пусть нас в школе учили что после точки ставят большую букву после запятой ставят маленькую поэтому вот на вот эти самые обычные правила и обращайте внимание все третий блок закончен мы поставили точку пробел тире пробел и вот для статей нужно указать диапазон страниц то есть начальную страницу икон конечную страницу этой статьи то есть допустим это будет страницы 17 потом 26 опять-таки тоже посмотрите вот здесь вот это страницы находится после точки поэтому большой буквы а здесь когда мы говорили 240 страниц то это слово страниц было после цифры соответственно нашло с маленькой буквы последний пример самый сложный статья в сборнике конференции опять я пишу примере предполагаемого автора потом опять идет название статьи также как журнале ставится две косые черты а вот потом идут отличия сейчас практически большая часть конференций идет с каким-то названием то есть тема конференции выносится и соответственно не просто говорится там пятая конференция шестая конференция того-то такого-то объединения такого-то общества не знаю и так далее а каждая конференция имеет название давайте я уже буду придумывать вот тут какие-то названия того чтобы было понятно на конкретном примере ну допустим это конференция называлась там разведение домашних животных по этому названию непонятно то есть может это журнал может эта книга ну непонятно что это такое поэтому ставится двоеточие и после этого с большой буквы идет расшифровка что же это такое с большой буквы для того чтобы понятно было что это относится не к расшифровке разведения домашних животных а что это пояснение что такое вот это разведение домашних животных в данном случае мы пишем сокращенно материалы допустим научно-практической конференции большими буквами надо пропустила на букву бороться просто сказать что это материал научно-практической конференции ну непонятно поэтому нужно расшифровать во-первых где и когда она была ну допустим это будет одесса запятая с 13 по 16 скобочку закрываем и уже на основе такой информации но это я опять-таки немножко сокращенно написал это может быть материал но научно-практической конференции не знаю там ветеринаров и трудников питомников в общем как-то и более расширенное название по которому понятно где то что происходило и где-то искать сборник принципе может издать практически любой организации любой человек и не всегда качество этих сборников высокая поэтому для того чтобы с одной стороны не допустить каких-то ну вообще таких работ слабых ненужных и для того чтобы собрать все эти материалы вместе образуется редколлегия и обычно влашают председателем редколлегии какого-то маститого ученого в своей области которого знают все и увидев фамилию которого ну поверят что действительно этот сборник ну представляет какой-то интерес поэтому очень часто вот после названия этой конференции ставят одну косую черту вот после одной косой черты идет дополнительная информация ну допустим под редакцией академика большие буквы меня достают надо будет отключить это все дело ну какого-то там тигров здесь также может писаться допустим название учреждения которое приняло эту конференцию и организовала то есть если вы увидите что это какой-то научный исследовательский институт проводил академии наук то соответственно доверие к этому сборник будет гораздо больше ну я больше ничего писать не буду то есть я считаю что первый блок с названием мы закончили . в конце уже и так стоит поэтому я ставлю пробел тире пробел и переходим ко второму блоку так как сборник конференции это не периодическое издание то тут уже нужно писать обязательно город типографию допустим это будет второй блок есть третий блок тут зависит от конкретного сборника то есть сборник может быть в одном доме тогда третий блок мы пропускаем давайте представим что этот сборник издан в двух книгах соответственно наша статья которая нас интересует находится в книге 2 тогда вот этот третий блок мы пишем ну и что касается страниц то опять-таки пишется как журнале то есть допустим с третий по пятую страницу страницы с 3 по 5 записывается вот таким вот образом значит это самые основные наиболее широко используемые как бы источники литературы есть конечно ну какие-то там патенты депонированные какие-то статьи и тому подобное то есть это можно познакомиться в стандартах или в методических указаниях я писал самые такие распространенные чтобы показать вам саму идею как понять каких блоков она должна состоять вот эта ссылка библиографическая и как это все оформлять что касается ссылок на интернетовские ресурсы сейчас интернет конечно занимает очень важное место в нашей жизни но нужно помнить что интернет с одной стороны это клад полезных знаний другой стороны это большая помойка и там можно найти очень много ненужной и ошибочной информации ну мягко скажем ошибочно поэтому старайтесь не использовать какие-то ну первые попавшиеся под руку как бы сайты не очень я вам советую доверять википедии потому что википедия заполняется обычными людьми и не все люди во первых грамотными являются во вторых не все люди являются добросовестными поэтому искажение может быть как не преднамеренная так и преднамеренная информация поэтому чему можно доверять во первых можно доверять каким-то официальным сайтом ну не знаю там правительство президента вот а министерство конкретного вот можно очень часто доверять официальным сайтам их то научно-исследовательских учреждений или университетов но тут тоже как бы на смотреть внимательно то есть я когда искал материал как бы по своей тематике наткнулся на сайт официальный сайт немецкого университета где при статье но по знакомой мне тематике ну совершенно ужасные то есть люди придумывали все просто так судя по всему сидели высасывали из пальца и писали вот поэтому это тоже не является в этой гарантии лучше всего все таки в интернете использовать электронные варианты бумажных документов бумажных журналов каких-то а раз вы берете электронные версии официальных журналов то давайте ссылки уже на бумажные журналы а не на ту страничку где вы скачали эту электронную копию ну в общем как то так опять таки если вы используете все-таки ссылки на электронные ресурсы нежелательно вставлять просто ссылку на этой страничке что-то же написано вы же не просто так ссылку дали поэтому посмотрите может быть у этой заметки есть какой-то автор может быть у этой заметки есть название соответственно вы можете все это дело написать и потом уже давать ссылку ну и конкретно как оформлять ссылки на электронные ресурсы тут я думаю каждой стране это немножечко отличается в украине допустим пишется квадратных скобках электронный ресурс а потом дальше пишется режим доступа и песен дается ссылочка поэтому тоже ознакомьтесь со стандартами вашей страны со своими требованиями а теперь давайте рассмотрим как давать уже писать литературы значит я обратили внимание то есть у меня есть работа вот файл с работой и я создал еще один файлик со списком вот этой литературы я вам рекомендую работать точно также то есть кроме основного файла сделайте себе файл черновик куда вы будете записывать название но вот идет библиографические ссылки на источники которые вы уже проработали и ссылки на которые вы можете поставить мой работе для чего два файла ну допустим вы работаете вот в этой части текста работаете для того чтобы вставить очередной источник литературы вам нужно пролистать в самый низ и соответственно там вписать потом вернуться обратно а так вы просто alt tab перешли на свой черновичок написали название вот этой книги журнала и так далее alt tab вернулись работаете дальше с текстом и вот когда вы уже закончите работу вы переключаетесь на черновик сортируете номеруете то есть вот обрабатываете вот таким вот образом ваш список и вставляете готовый список уже вот сюда в список литературы и так мне кажется более рационально ну давайте сейчас сомитируем небольшой список литературы для экономии времени я буду писать 3 их от блока я буду писать фамилию вообще без инициалов я буду писать какое-то одно слово название статьи и буду писать год но вы должны помнить что на самом деле мы должны оформлять вот так как мы рассмотрели в первой части нашего занятия примеру у нас есть статья иванова которая называется к примеру бакланы и вышла она в 2005 году дальше у нас есть статья петрова который называется суслики нам попалась еще одна статья иванова ну и еще одна какая-то работа если присмотреться то все эти работы у нас получились не в алфавитном порядке списка литературы работы должны быть в алфавитном порядке а есть принципе такая возможность списка литературы ставить работы в том порядке в котором вы их цитируете в тексте но думаете с моей точки зрения очень неудобный вариант потом достаточно тяжело оценить что это за список литературы когда все в перемешку когда в алфавитном порядке по авторам то это работать с таким списком гораздо проще если у нас не четыре строчки а порог точников литературы принципе есть определенные требования даже вот первые курсовой студенческой должно быть но у нас допустим вузе до 35 источников минимум минимум то есть достаточно много вручную рассортировать этот список достаточно долго будет поэтому мы поручаем первичную сортировку программе то есть мы выделяем наш список только не захватывайте пустых строк каких-то названия список литературы то есть только те абзацы в которых есть источник выделили открываем пункт меню сервис здесь находим сортировать и ничего не трогая просто жмем ok значит вот уже сортировка произошла ведь в алфавитном порядке и потом потом с то есть вроде бы все хорошо что сразу нужно будет исправить если у вас есть ссылки на латинице то программа автоматически поставит их на первое место то есть сначала будет работы на латинице потом будет работы на кириллице у нас используются кириллица поэтому с точностью до наоборот сначала должны быть работы на кириллице потом на латинице поэтому вы сразу этот кусок с латиницей и бросаете в конец списка литературы это первая как бы коррекция вторая коррекция вы смотрите если у вас работы одного и того же автора ну вот у нас есть иванов иванов программа правильно рассортировала то есть тут статья начинается на а тут статья начинается на б но по требованиям работы одного и того же автора должны быть рассортированы в хронологическом порядке то есть так как эта работа пятого года а это восьмого соответственно вот эта работа должна быть на первом месте мы выделяем этот абзац вырезаем его control x удаляем пустую строку ставим перед тем абзацом где оно должно появиться enter образуем пустую строку и control вставляем то есть вот такая небольшая ручная работа все-таки будет ну и последний этап когда вы уже рассортировали полностью все по алфавиту все правильно оформили конечно же нам нужно этот список пронумеровать ни в коем случае нельзя нумеровать вручную во первых это долго во вторых если вдруг где-то ошиблись вам нужно что-то переставить вам опять вручную все это перенумеровать поэтому у нас есть кнопочка вот здесь вот называется нумерация нажимаем и видите сразу же все пронумеровалось с одной стороны исправление и так далее они моментально посмотрите я вставил еще один источник все номера перенумеровались это очень удобно во вторых на следующем занятии мы рассмотрим что это нам даст при поставлении ссылок на литературу то есть вот такой автоматический пронумерованный список он может использоваться для еще каких-то функций на этом я на сегодня заканчиваю если урок оказался полезным подписывайтесь ставьте лайк и до встречи